МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Этот кисломолочный продукт считается очень полезным и диетическим. А еще он вкусный, и приготовить из него можно как десерты, так и основные блюда. Белоснежный, воздушный, с такой пикантной кислинкой. Творог? Эта программа Россельхознадзор информирует. Здравствуйте! Вместе со специалистами Нижегородского референтного центра Россельхознадзора попробуем разобраться в качестве этого продукта. И начинаем с рубрики «Закупка». Нами была закуплена продукция, выполненная согласно ГОСТ. Таким образом, на экспертизу было представлено 4 образца творога следующих торговых марок. Приволжский – 5% жирности, Северная долина – 9% жирности, торговой марки «Городецкий молочный завод», жирность – 12%. И творог «Деревенский» – производитель «Крестьянское фермерское хозяйство», Дальник, Константиновский район. Жирность – от 9 до 18%. Отбор, транспортировка и хранение образцов продуктов производились согласно условиям государственных стандартов с соблюдением холодовой цепи. Продукция, изготовленная по ГОСТу, должна четко соответствовать требованиям этого стандарта. В продукцию, выполненную по ТУ, в отличие от ГОСТа, могут быть добавлены другие составляющие, которые существенно влияют на свойства изделия и придают ему другие качества. Знаете ли вы, что в давние времена на Руси творог назывался сыром, а блюда из него сырными? Отсюда и название творожных сырников. Кстати, во многих англоязычных странах до сих пор творог считается разновидностью молодого мягкого сыра. И еще, для приготовления 15 килограммов творога требуется 100 литров молока. Но есть и другие интересные факты об этом продукте. Творог – продукт скоро портящийся. А как же раньше его хранили, когда не было холодильников? Оказывается, его высушивали несколько раз, ставили под пресс, потом в печь, потом опять под пресс. Таким образом, вся влага выходила. Плотно укладывали в глиняные горшки и поливали топленым маслом. В таком виде творог не портился больше месяца. Все знают, что основной ингредиент в твороге – это молоко. Вот и в переводе с церковнославянского праздничные блюда из творога творожная пасха звучит так – млеко огустевшее. Вот такие интересные факты об этом продукте. Выбор кисломолочной продукции огромный. Это касается и творога. В пачках, на развес разных производителей, как местных, так и из других регионов России. Некоторые покупают подешевле, кто-то обращает внимание в первую очередь на производителей, известную торговую марку. Чем руководствуются нижегородцы при выборе творога? Ну, давайте спросим у них. Чем вы руководствуетесь, когда приобретаете творог? Ну, я смотрю, дата производства какая. Производитель. Чтобы это был нижегородский производитель. Ну, и просто пробую разных производителей, какой он больше понравится. Нам понравилась Северная долина и Городецкий творог мы покупаем. По внешним, по вкусовым признакам определяете качество товара? Ну да, мне нравится Городецкий творог, например. Ну, чтобы жирность была, что еще? Ну, чтобы вкусно было. Чтобы был без добавок, без разных. На рынке, например? На рынке, да, бывает, что на рынке. Ну, вот частенько я беру, когда привозят с деревень. Бывает, что выкладываю. Не боитесь? Нет. Мы не делаем рекламы, не сотрудничаем с производителями представленной продукции. Мы даем вам самую исчерпывающую информацию о качестве товаров. Информирует вас Россельхознадзор. Изначально исходным сырьем для производства вкусного и полезного творога была простокваша. А потом ее заменили на коровье молоко. Вообще, основная классификация творога по жирности. Жирная, полужирная, нежирная и нулевой процент жирности. Здесь каждый выбирает по своему вкусу. Но на что еще обратить внимание при выборе этого продукта, узнаем из рубрики «Полезные советы». Конечно, лучше приобретать ГОСТовскую продукцию. Больше вероятности, что технологии изготовления соблюдаются. И обязательно смотрим на срок годности. Он должен быть не более недели. Если срок годности месяц, не обошлось без химии. Внешний вид. Теплый белокремовый цвет. На вкус не кислит и не горчит. Запах тоже без кислинки. Что касается упаковки. Многие эксперты полагают, что лучше пластиковый вакуумный контейнер, а не промокшая бумага. Спорный вопрос. Контейнер, конечно, удобнее, но в такой упаковке творог будет подороже. Очень важно. На упаковке должно быть написано творог, а не творожный продукт. Ну и, конечно, обязательно должна содержаться информация об изготовителе. Все необходимые даты, условия хранения продукта и сведения о его пищевой ценности. Если вы приобрели товар, качество которого вызывает сомнения, вы можете обратиться в программу «Россельхознадзор информирует». Оставляйте свои вопросы на нашем сайте и в группах телекомпании ННТВ, ВКонтакте и на Фейсбук. Как мы посчитали, этой информации вполне достаточно для выбора хорошего, качественного, полезного творога. Но у покупателей есть свои вопросы, и ответы на них получим у специалистов Нижегородского референтного центра «Россельхознадзора». Итак, пищевой ликбез. Чем отличается творог от творожного продукта? Ну, натуральный творог у нас содержит в своем составе только молочные ингредиенты, то есть это натуральное или нормализованное молоко и закваска. А творожные продукты в своем составе могут содержать и другие составные части, может до 50% содержать и растительных жиров. Молочные продукты очень часто фальсифицируют, а к творогу это тоже относится? Ну, и к творогу это относится, но больше всего у нас фальсифицируют, это, конечно, масло, сыры и творог. Менее жирную продукцию молоко, я считаю, что фальсифицировать нецелесообразно. Это большие энергетические затраты, предприятию это невыгодно. Не опасно ли покупать развесной творог, например, на рынке? Ну да, очень многие хозяйки считают, что на рынке можно купить натуральный продукт, и с этим я согласна. Но, в общем, часто на рынке у производителей и у продавцов творога нет документов на эту продукцию, поэтому не всегда они прошли переработку, то есть может быть творог из сырого молока. Вообще творог считается диетическим продуктом и очень полезным, но полезен он только в том случае, если качественный. Кстати, качество творога можно проверить и в домашних условиях. Капните на кусочек творога небольшую каплю йода. Если капля посинела, значит творог добавили крахмалу. Если остается желтый, значит крахмала нет. Итак, выбираем только правильный творог, ну и едим его правильно. Поклонники здорового питания должны помнить, что кальций усваивается только с жирами. Ешьте творог минимум 9-процентный или 5-процентный, но со сметаной. Для тех, кто снижает вес, заботится о красивой фигуре, необходимо знать следующее. Жирный творог есть можно и даже нужно. Самое главное, с чем вы его будете употреблять. Варенье, сахар, сахарную пудру, сметану исключить. А вот изюм, мед, немного кураги или орехов добавить можно. И еще специалисты в области питания доказали, что полезные свойства творога активизируются с помощью специй и пряностей. Корица, черного перца или мускатного ореха. Ну что ж, информации об этом кисломолочном продукте получили достаточно. И самое время узнать, творог какой торговой марки заслуживает доверия покупателей. Слово специалистам Нижегородского референтного центра Россельхознадзора. Внимание на экран. По содержанию белка эти четыре образца творога соответствуют ГОСТу, по которому они были произведены. По содержанию жира образец творога производителя Дальнего Константиновского района не соответствует ГОСТу. Содержание массовой доли жира ниже указанной нормы. Также в этом образце выявлено несоответствие маркировки продукции. Жир должен быть указан в диапазоне от 9 до 18% с конкретно указанным значением содержания массовой доли жира в образце. Также был определён кислотно-жировой состав в исследуемых образцах. Все образцы творога по своему составу соответствуют молочному жиру. То есть творог изготовлен из натурального молока. И, наконец, все образцы творога были отправлены на микробиологические анализы. И обнаружено, что в образце творога, который был произведён Дальним Константиновским районом фермерское хозяйство, обнаружено превышение допустимого значения дрожжей 2,9 раза и превышение нормы по плесени 12,8 раз. Что не соответствует требованиям безопасности в соответствии с техническим регламентом Таможенного союза о безопасности молока и молочной продукции. Таким образом, творог фермерского хозяйства Дальний Константиновского района не прошёл испытания по жиру, по маркировке и химико-микробиологическим показателям. Остальные образцы творога соответствуют ГОСТу. Таковы результаты экспертизы. Делайте свои выводы и внимательно относитесь к выбору продуктов. И в этом нам помогут специалисты Нижегородского референтного центра Россельхознадзора. Смотрите программу «Россельхознадзор информирует» и получайте самую важную информацию. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова